Дорогие друзья, я рад приветствовать вас на канале Печи Камины. Зовут меня Александр и, как всегда, продолжаю знакомить вас с печным и отопительным оборудованием. Нужно ли обрабатывать в парном помещении стены и полок? Этот извечный вопрос мучает практически всех. Я не за, не против обработки парного помещения, но для тех, кто все-таки решил его обрабатывать, наш сегодняшний ролик будет очень полезен. Хочу познакомить вас с одним очень интересным брендом, который не так давно появился на российском рынке и называется он Живица. Пойдемте смотреть. Итак, для нашего эксперимента мы будем использовать Живицу Баня ПРО. Обратите внимание на то, что здесь идет 7-летняя гарантия и масло специально отбелено. Обычную Живицу для Баня Саун, где гарантия составляет 5 лет. И два типа воска. Один карнаубский воск. Я думаю, вам хорошо видно эти пробники. И лоскутный воск. Попробуем нанести эти два типа воска на доску, которая прошла термообработку. На ней будет очень хорошо виден блеск либо матовый цвет. Субтитры сделал DimaTorzok На три наших дощечки мы нанесли масло Живица Баня стандартное, обычное. Значит, белое у нас просто будет под маслом в два слоя. Первый слой мы уже нанесли. А вот термированная вагонка. Здесь я как раз подписал и указал. Здесь будет Живица с карнаубским воском. Соответственно, после двух обработок маслом. То есть, первое мы сейчас нанесли и завтра мы будем наносить второе. А здесь будет под лоскутным воском. Сейчас мы приступим к обработке маслом Живица ПРО наших также трех образцов дощечек. И на этом на сегодня мы закончим. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что ж, друзья, мы закончили первый день обработки нашей древесины. Соответственно, слева у нас лежат вагонки, которые обработаны пропиткой ПРО от Живицы. А начиная от светлой вот этой вот вагонки до темной, здесь уже обработка производилась обычной пропиткой Живица для бани, которая имеет пятилетний срок гарантии. Визуально могу вам сказать, что на мой взгляд, темные доски практически вообще не отличаются. А вот на светлых вагонках очень хорошо видно, что ПРО линейка, там где масло отбеленное, сама доска-то побелее выглядит. А вот в обычной линейке проявилась небольшая желтизна. Но, возможно, это пока что на момент нанесения и после высыхания мы с вами посмотрим, в каких цветовых гаммах будут две эти доски. На всякий случай я их все подписал, то есть все они у меня подписаны и подменить, так скажем, наши образцы уже не получится. Они все подписаны. Ну что ж, настал второй день. Я хотел бы подвести итоги первого дня и посмотреть на обработанную нами поверхность. Сейчас оператор подойдет поближе и мы сравним с вами оттенок, особенно на белой вагонке. Здесь очень хорошо видно, что по цвету масло Живица ПРО, которое идет отбеленное, отличается от обычного масла Живица. Здесь больше желтого налета идет. Ну, то есть доска немножко поменяла цвет, изменилась немножко в желтизну. А отбеленное масло достаточно более светлое по сравнению с обычной доской. Посмотрим, что получится после второго слоя. И еще хочу отметить на появление такого достаточно бархатистого ощущения на поверхности вагонки. То есть она стала такой мягенькой и приятной на ощупь. Я думаю, что после повторной обработки этот эффект еще усилится. Ну что, Живица ПРО, наносим второй слой. Второй день прошло у нас практически 24 часа с момента предыдущего нанесения. И пришла пора нанести второй слой. Хочу отметить, что второй слой, он уже по расходу у вас будет гораздо меньше, чем первый. Потому что уменьшается расход масла. Связано это с тем, что первичная обработка уже произведена. И очень интересно будет понаблюдать за тем, как у нас второй слой, какую он, образует ли он пленку на поверхности вагонки или пленки этой не будет. Но это мы узнаем только уже через сутки. Напомню, что на темную вагонку еще через сутки мы будем наносить воск. Он даст либо матовость, либо блеск. Посмотрим, там два типа воска есть. Пока же ограничимся нанесением масла. Пришло время нанести обычную пропитку живица, которая имеет пятилетнюю степень защиты. второй слой. И хочу еще отметить, что многие спрашивают в комментариях, а кисточку вы помыли после того, как нанесли первый слой живицы про. Да, помыли кисть и наносим уже промытой кистью другую пропитку. Ну, я думаю, вам вообще хорошо видно, что вот по своему составу обычная живица, она более такая желтая, отличает ее цвет от отбеленного масла. То есть вот, ну, постараюсь вам показать, что вот она немножечко такая желтоватая. Вот, поэтому у нас и на, собственно говоря, на доске, на светлый оттенок более желтоватый. Ну, как по мне, так это достаточно приятный цвет. И не совсем он вредит нашей светлой вагонке. Вагонка липовая, повторюсь, мы используем. То есть нисколько он ее не портит. Мне почему-то ближе вот такой желтоватый цвет. Хотя на некоторых породах древесины может быть это является и критическим каким-то фактором. Ну, все покажет высыхание масла. И через день мы узнаем, какой результат мы в итоге получили. Ну, что, друзья, настал третий день нашего эксперимента. Образцы подсохли. Настало время наносить воск на те части вагонки, которые мы и планировали заранее, а именно термированную вагонку. Помимо корнаубского воска, сейчас вам покажу его. Мы будем также наносить лоскутный воск. Образцы у нас подписаны. И первым делом мы начнем как раз с корнаубского воска на обычную живицу. Потом нанесем на живицу про, посмотрим результаты, посмотрим на блеск. В общем, погнали. Друзья, вот такой он корнаубский воск. Внутри достаточно твердый. Я наношу его на поверхность нашей доски. Размазывается достаточно неплохо. И на первый взгляд образует такой блеск. Как и должно быть при нанесении воска. Когда он подсохнет, мы посмотрим, какой же это блеск получается. Матовый или глянцевый. вот это будет показатель. Как раз завтра посмотрим, когда наш воск подсохнет. еще его деполируем. Это будет только завтра. Пока, друзья, вот посмотрите, блестящая такая поверхность получилась. Ну, внешне смотрится, я вам скажу, просто изумительно. Не знаю, на камеру передастся ли цвет, но он прям такой стал благородный. Посмотрим, что будет завтра. А теперь начнем наносить воскутный воск на второй образец. Ребята, вот воскутный воск, он более такую жидкую основу имеет, в отличие от карнаутского. Вот он прямо такой интересный по составу. И, как я говорил, я ставлю на то, что он будет матовый оттенок давать. посмотрим. На наш образец нанесем его. Кстати, наносится полегче за счет более жидкого состава. В итоге посмотрим, что получится, конечно, в окончании. Я напомню вам, что мы будем наносить на вагонку, обработанную маслом живицей для бани саун, а также на термовагонку, обработанную маслом про. И посмотрим разницу. Вот, друзья, под воском лоскутным. Лоскутным. Такой пока хороший цвет. Опять же, повторюсь, надо дать доске подсохнуть, а завтра мы уже посмотрим с вами финишные результаты. В итоге наш тест растянется на 4 общих дня. и вот нанесли мы лоскутный лоск на вагонку, обработанную линейкой про. На мой взгляд, ну, пока что на первый взгляд, так она достаточно ровненько легла, быстро нанеслась. Ну, опять же, повторюсь, мы все посмотрим уже после высыхания масла, потому что сейчас очень все блестит. Прошло 4 дня с момента начала нашего эксперимента, подсохли наши образцы, которые были обработаны воском, и я хочу показать вам эти образцы и посмотреть, насколько они будут отличаться друг от друга. Ну, что ж, вот наши 4 образца, которые были обработаны воском. Два образца обработаны лоскутным воском, и два образца обработанных корнаупским воском. Слева от меня находятся образцы, которые обработаны живицей про маслом, а справа обычной живицей, которая дает пятилетнюю защиту. Ребят, ну, что хочу отметить. Первое, что на вагонке обработанной живицей про воск, вот этот вот, лоскутный, он такой блестящий, ну, переливается, то есть, вот мы еще обрабатывали эти доски, так скажем, зачищали их тряпочкой, то есть, как бы шлифовали доску восковую, и вот здесь блеск этот виден. На обычном, на обычной живице доска тоже блестит, но не так ярко, вот, больше цвет такой матовости, на мой взгляд, придало. А вот под карнаубским воском ситуация у нас повторилась, то есть, опять на живице про вот такой вот блеск почему-то появился местами, хотя, опять же, повторюсь, мы шлифовали эти доски вафельным полотенцем, вот, но блеск вот этот, он все равно остался, не знаю, на камеру он передается, но глазом он воспринимается. А вот на обычной живице этого блеска как такового нету. вот, то есть, в принципе, вот такая вот у нас история получилась с воском. Что хотелось бы вкратце сказать еще о обычных пропитках, которым мы пропитали две наших светлых вагонки. Ну, повторюсь, с течением времени ситуация, в принципе, не изменилась. У нас отбеленная живица про доска слева находящаяся более такая светлая получилась, а доска обработанная живицей обычной она более желтая. по тем техническим характеристикам, которые нам предоставляет компания живица, защита вагонки в линейке про составляет семь лет, а защита вагонки в обычной линейке живица баня составляет пять лет. Ну, я думаю, стоит нам доверять опыту этой компании, потому что этот производитель нас заинтересовал своим качеством и своим подходом к делу, поэтому смело могу рекомендовать вам этого производителя для обработки парных, если вы решили это сделать. Друзья, на этом наш эксперимент подошел к концу, я с вами прощаюсь, у кого есть какие комментарии, пишите на них, ответим. Масло живица вы можете приобрести в нашем магазине по ссылочке прикрепленной внизу видео, отправляем по всей России, а как всегда, с вами был Александр, подписывайтесь на канал, палец вверх и ждите новые интересные видео.